Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Возвращение иностранных студентов в деревню-универсиады. Что нужно знать о донорстве костного мозга? Долги в бюджете республики и пути их устранения. В Доме правительства Республики Татарстан прошло очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг». Вел заседание президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. В мероприятие принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В ходе встречи участники рассмотрели ряд инновационных проектов. В частности, речь шла о направлениях работы научного кластера. На площадке Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан состоялось рабочее совещание по вопросам организации Третьего международного форума образования России. В рамках встречи ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Тальями Нулина обсудили даты и формат проведения форума, варианты ключевой идеи и в целом содержание контента. Пустые комнаты радуются новым жильцам. Иностранные студенты возвращаются в общежитие деревни Универсиады. О порядке заселения и эмоциях обучающихся расскажет наш корреспондент с места событий. Карантинные меры вынудили иностранных студентов на время покинуть общежитие Казанского университета. По словам Роспотребнадзора, соблюдение мер по борьбе с пандемией и начало кампаний по вакцинации населения снизили темпы прироста COVID-19. Поэтому студенты из Турции и Египта смогли перейти на очное обучение. К нам вернулись из-за рубежа 324 иностранных студента и 1916 находятся за рубежом. Мы ждем, когда откроются границы и когда они вернутся к нам на учебу в университет. Чтобы получить место в общежитии, иностранным студентам нужно заранее согласовать время своего приезда. За три дня до пересечения границы сдать тест на наличие коронавирусной инфекции и повторно пройти его в университетской клинике. Но даже неудобства, связанные с самоизоляцией по прибытии в Россию, не омрачают положительные эмоции обучающихся. Дистанционное образование немножко расхолаживает. То есть, когда у тебя нет определенных дедлайнов, нет обязательства встать, пойти на пару. Лучше, что они ходят к университету, и они практически идут на улицу и разговаривают с друзьями. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В технопарке IT-парк на площадке «Точка кипения» прошла лекция о значимости национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Все подробности далее. На лекции гости узнали о том, как можно стать донором, как проходит сама процедура, имеются ли противопоказания и, самое главное, какие возможности может подарить донор человеку, нуждающимся в трансплантации костного мозга. В качестве примера на лекции выступила Аниса Николаева, мама пятилетней Саши. До полутора лет девочка была совершенно здоровой, но затем ей диагностировали редкое генетическое заболевание – метахроматическая лейкодистрофия. Нам помог ПУСФОН быстро собрать средства, и мы успели сделать трансплантацию. Ну вот, в общем, благодаря трансплантации уже три года наша дочка улыбается. Она потихоньку восстанавливается, то есть она снова учится ходить, снова учится говорить. Чтобы осуществить успешную трансплантацию, необходимо найти своего генетического близнеца. Поэтому после лекции добровольцы смогли стать потенциальными донорами, сделав простую процедуру. Необходимо было сдать образец букального эпителия, то есть слюны. Образцы в виде ватных палочек с конвертами поступают в НЖС-лабораторию Казанского университета, давнего партнера – РУСФОНДА. Теперь это первая версия лаборатория НЖС-типирования, то есть секвенирования нового поколения, что позволяет увеличить количество типирований до 25 тысяч в год, и, соответственно, сократилась цена почти в двое. Напомним, в 2018 году Казанский университет совместно с РУСФОНДА учредил Приволжский регистр доноров костного мозга. На сегодняшний день Приволжский регистр насчитывает более 44 тысяч потенциальных доноров в своей базе, и было уже более 25 совпадений. Это значит, что такое количество людей спасены от ненуимой гибели. То есть пересадка костного мозга была осуществлена, и они остались живы и здоровы. Диана Желенкова, Хафиз Гараев, Универ Ньюс. 2020 год был экономически нестабильным во всем мире. Пострадал и бюджет Республики Татарстан. Откуда появились долги в республике и как с этим можно справиться, узнаете в нашем следующем сюжете. Если говорить о бюджете Татарстана сейчас, то в первую очередь речь идет о той задолженности по налоговым и неналоговым платежам различных плательщиков, которая возникла в связи с нестабильной финансовой ситуацией в 2020 году. Это, конечно, можно объяснить и результатами пандемии, в результате которой снизились показатели деятельности экономических субъектов. Ну и, соответственно, это не могло не сказаться на показателях бюджета. В первую очередь по поступлениям налога на доходы физических лиц, поступлениям налога на прибыль организации. Ну и для малого бизнеса, конечно, показательные поступления по налогам, которые уплачивают именно индивидуальные предприниматели и организации малого и среднего бизнеса. Так или иначе, 2020 год был выгодным для организации фармбизнеса. Это и производство лекарственных препаратов и аптечная сеть, в связи с тем, что спрос на них в ушедшем году был особенно высоким. Также стоит сказать и про нефтедобычу в республике Татарстан. Здесь, наоборот, идет снижение показателей по сравнению с предыдущими годами. Хотя такая ситуация и произошла в результате мировых соглашений ОПЕК, поэтому нефтедобывающие компании, конечно, оказались в убытке. Торговля и сфера обслуживания в 2020 году тоже пострадала. Это объясняется тем, что практически полтора месяца население не могло обращаться к услугам этих организаций. И, соответственно, бытовая сфера еще на прежние показатели не вернулась. В данном случае очень важно обеспечение экономического роста. Если организации выйдут на прежние показатели, то бюджет республики может быть исполнен на уровне запланированных показателей. Органы власти предпринимают определенные действия и в части инвестирования средств в развитие экономики. В первую очередь речь идет о крупных организациях для того, чтобы можно было помочь им развиваться. Различные инвестиционные проекты, разработанные в рамках государственных программ, ну и, соответственно, органы власти планируют, что эти государственные программы должны способствовать развитию экономики в ближайшей перспективе. Но если не удастся выйти на показатели в докризисные, связанные с пандемией, то говорить пока о серьезном росте экономики не приходится. Энджиме Небаева, Универньюз. В культурном развлекательном комплексе «Пирамида» прошла церемония вручения 6-й ежегодной республиканской премии «Самрух». Победители конкурса получили диплом и статуэтку в виде птицы феникса. Премия учреждена и организована Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Селет». При поддержке правительства республики Татарстан Дина Валеева выиграла в номинации «Песня года». Она выступила автором текста и музыки, а также ее исполнителем. Подают заявки люди, те, кто хотят участвовать в этой номинации. И путем голосования на специальной платформе выходит в финал 3-4 песни. В этом году в финал вышли 3 песни, соответственно, и путем голосования определился победитель. Подарили подарочный сертификат в студию звукозаписи. Надеюсь, я что-нибудь еще сочиню, да и напишу. Премия «Самрух» проводится по следующим номинациям. Директор года, старший вожатый года, лагерь года, вожатый года, напарники года и по другим. Гульнас Гатина в «Самрух» участвует уже не первый год. В прошлом году она участвовала в номинации «Вожатый года», а в этом решила попробовать себя в номинации «Лагерь года». «На самом деле, достаточно было сложно, потому что и конкурсанты сильные, и нужно показать все, к чему мы готовились целый год, всю свою работу. Но, я думаю, мы справились, у нас все получилось». Подготовка длится не один месяц. По словам Гульнас Гатиной, каждый стремится выиграть и показать себя. Мы с начала декабря, к концу ноября уже в доме «Салят», как раз-таки вот здесь, проводим отборочные этапы. То есть отправляем в свою портфолио, они смотрят, и уже после этого только некоторые проходят на такой отборочный этап, где уже каждый рассказывает про себя. Целью премии является поддержка и поощрение одаренных детей и талантливой молодежи сообщества «Салят», признание заслуг членов сообщества, партнеров, авторов и организаторов проектов. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова